Народный депутат Олег Дунда в нашем эфире. Олег, приветствуем вас. Олег, здравствуйте. Добрый день, приветствую вас и всех зрителей. Олег, среди прочего, хотим обсудить с вами важную тему. Это тот форум, который сейчас в очном формате проходит в Вильнюсе. Форум Свободной России. Среди дискуссионных панелей форума такие темы, как правозащита, два года большой войны, что дальше, партия победы, экономика долгой войны, война и вера. В общем-то, речь идет о тех людях, которые решили изменить ситуацию в Российской Федерации. Так вот, каким образом пытаются сейчас менять ситуацию в Российской Федерации изнутри? И кто эти люди? Давайте разделим это на две части. Я с ними общаюсь достаточно давно, уже скоро уже как два года. И есть достаточно четкое разделение. Это так называемая оппозиционная эмиграция в виде Каспарова, Ходорковска, Незлина, ФБК. Представители ФБК, те, которые находятся в Западной Европе и которые имеют прямые коммуникации с западными демократами, с западными властными комбинетами, продвигая где-то санкционную политику, где-то пытаются уже сейчас помогать вооруженным силам Украины. И вторая часть – это так называемая внутренняя оппозиция, которая непосредственно в России существует. Не надо думать, что там полностью зачищено пространство оппозиционное. Это все миф. И, например, события прошлого года, это в первую очередь Пригожин, показывает о том, что оппозиционные настроения там присутствуют. Конечно, не стоит говорить о том, что это настроение в пользу Украины или не за Украину, нет. И нам более того, нам в этом необходимости никакой нет. Это люди, которые смотрят и претендуют на власть, смотрят недовольны существующим распределением ресурсов и претендуют на эти ресурсы, тем самым начиная внутриклановую, внутриведомственную, внутриведомственную структурную войну и борьбу. Со стороны может показаться, что таких людей практически не осталось. Пригожин уничтожен, хотя шансы у него были великолепные. Почему не дотянула это? Отдельная история. Да, может показаться, что это защищено. В Москве непосредственно, да, это существует. Но, парадоксально, своей вот этой репрессивной машиной, зачистив элиту оппозиционную в Москве, они тем самым подняли элиту оппозиционную, которая находится в регионах. Это люди, которые за неимением альтернатив фактически в ближайшее время будут обретать новый статус, обретать новое видение, и они будут даже, скажем так, вопреки себе, вопреки своему видению, они будут становиться символами. Это начиная от Ройзмайна и заканчивая Фургалу, потому что природа не терпит пустоты. В любом случае, те или иные люди, и в первую очередь регионах, будут искать, на кого положить взгляд, на кого опереться. И вот эти люди могут стать будущим такими лидерами. Но сейчас, если мы возвращаемся к форуму Вильнюсе и вообще вот к так называемой эмигрантской оппозиции, они находятся сейчас на рубеже. Ну, условно говоря, на рубиконе. Если до убийства Навального они могли себе позволять о чем-то мечтать или говорить, что они борются за власть или оппозиция мирным путем, то убийство Навального для них стало таким себе 24 февраля 1922 года непосредственно для оппозиции. Фактически они должны для себя принять решение. Либо они уходят в небытие абсолютно, потому что те инструменты, которые они до этого пропагандировали, они не рабочие. И судьба Навального показывает, к чему она ведет. Либо, если они готовы все-таки бороться за власть, они готовы скинуть существующий режим, то, соответственно, они вынуждены будут радикализироваться. И все необходимые возможности у них для этого есть. И фактически по итогам этого форума они должны принять для себя такое решение. Кто уходит, условно говоря, в частную жизнь и остается таким себе обывателем и забывает о оппозиционной деятельности как о страшном сне, а кто всю свою жизнь последующую вложит на алтарь вооруженной борьбы за власть, скажем так. Потому что мирное решение этого вопроса полностью потеряло всякую актуальность? Его и не было до этого. То есть люди, которые анализируют и понимают существующий режим в России, они изначально, я, например, об этом говорил, что других вариантов, кроме как вооруженной борьбы, не существует. Просто судьба Навального пригожина показала, если ты берешься за этот гуш и пытаешься его решить, других вариантов у тебя как вооруженным способом скинуть эту власть и фактически вооруженным путем, ну, назовем такой путь условной веры заслуживающей. То есть когда существующая система понимает, что ты с зубами, и ты готов отдавать все, проливать кровь ради своей победы. Других вариантов не существует. И, соответственно, убийство Навального это показало, что единственный путь это только такой. А вы сказали, что есть для этого все возможности у них. Вы что имеете в виду, что вот те люди, оппозиционеры, которые сейчас живут спокойно относительно в Европе, имеют возможность вступить в Легион Свободы России, например, или в РДК, и с оружием пойти освобождать свою землю от путинского режима? Или какие-то другие возможности? Нет. РДК – это маленькая частность. Это больше информационная компания, которая работает в Украине. Она имеет важную часть. Но самое главное – это работа непосредственно внутри Российской империи. И я не говорил о том, что условный Каспаров или Ходорковский, или Незлин возьмет винтовку ружье Мосина и пойдут через границу стран Балтии с Россией, условно на Псков освобождать. Нет, конечно. И это в свое время, напомню, не делали ни тогдашние, там, сто лет назад, ни эсеры, ни большевики, никто из них. Это работа изнутри. Эти люди обладают связями и контактами непосредственно в Российской империи. Они знают всю местную элиту. Они, скорее всего, имеют возможность установить контакты с радикальными и достаточно активными молодежными кругами, которые могут организовать, скажем так, акты мести за того же Навального. Там, если не ошибаюсь, в блокноте Навального около 900 или 1000 персоналей, которые виноваты фактической смерти Навального, начиная от следователей, заканчивая прокурорами, судьями и руководителями колонии. Те санкции, которые наложил западная демократия на участников смерти Навального, никак на них не влияет абсолютно. Мы это уже проходили и видели последние 15 лет. В данном случае оппозиция, если она на что-то претендует, должна фактически показать зубы и фактически наказать тех, кто уничтожил Навального, который убил. Ну, начиная с этого. Те, которые гнобили Ходорковского, те, которые гнобили Фургала, Ройзман и всех остальных. То есть 100 лет назад это были великолепные кейсы, которые показали свою эффективность. Словно говоря, если в ближайшее время по всей России территория там достаточно большая, контролировать ее невозможно, взлетит на воздух следователь Навального по одному делу, либо выпадет из окна судья, либо глава вот этой вот колонии Хабр, или как она там называется, на Дальнем Востоке, случайно застрелится, это будет показывать, что оппозиция имеет силу и вес, и что ветер на вот этих бескрайних просторах меняет свое направление. Олег, Навальный, в частности, неоднократно говорил о прекрасной России будущего, то есть о некой перспективе, которая будет открываться после смены власти. А на этом форуме обсуждалось будущее Российской Федерации? Какое оно после того самого вооруженного противостояния, которое должно привести к изменениям? Естественно, такие тезисы остались, обсуждения есть, но всякие мечтания без конкретного пути, как к этому прийти, мы видели, к чему приводит. Оно приводит к могиле в Российской империи. Поэтому и уже начали все понимать, что для того, чтобы это хотя бы обсуждать, нужно понимать, как ты к этому придешь, каким образом. Есть часть спикеров, которые я видел, слушал, которые разочаровались в этом пути, не в плане того, как его достигнуть. Они не готовы внутренне вести такую вооруженную борьбу. И, скорее всего, они перейдут в статус обывателя. Но есть люди, которые окончательно осознали, что есть только такой путь, и другого нет. И морально они уже пришли к тому, чтобы фактически браться за оружие. Обсуждение, какая будет Россия будущего, по состоянию на сегодня, она бесполезна, потому что это абстракция. — Два года войны лишь подчеркнули ту несправедливость, с которой центральная власть относится к регионам России, условно, когда триллионы идут к Адырову, в Чечню, а в Бурятии перепадают какие-то объедки с барского стола или Дагестану. И вы в начале этой беседы подчеркнули важность протеста, который может идти из регионов. Что можно сказать по поводу центробежных сил, которые нарастают в России? Обсуждался или будет еще обсуждаться этот вопрос на форуме? Какие выводы можно сделать? — Мы еще это будем обсуждать, скорее всего, в последних панелях. Это будут где-то часа через два. Все эти центробежные силы. Но нужно понимать, что вот эти проявления, там, Дагестан, Чечня в 90-е годы, как раз и являются проявлением этих центробежных сил. Более того, история с Грузией, история с Украиной — это попытки Москвы, Метрополии унять и обезглавить эти центробежные силы. Почему? Потому что по всем вопросам, по всем замерам, все последние 23 лет, все регионы Российской империи, начиная там от Калининграда и заканчивая Владивостоком, независимо от национальной преднадлежности, независимо от религии, независимо от культурного среза, независимо от идентичности. То есть, условно говоря, тот же Грозный объединяет с Екатеринбургом и объединяет, условно, там, с Уфой, объединяет с Казанью, объединяет с Петрозаводском. Один основной тезис — это глобальная ненависть к Москве. Москву в Российской империи не видят все. И это объясняется тем, что все считают, что Москва их объедает и фактически забирает ресурсы. Ну, я извиняюсь, когда условный представитель, ну, давайте возьмем, например, Тывы или Владивостока, приезжает в Москву и видит, как богатеет Москва, и понимает, что она богатеет на ресурсах непосредственно этих регионов, эта ненависть возгорает и пывает. И рано или поздно этот котел взорвется, скорее всего, в ближайшее время. Да, это же не просто ощущение, это действительно факт, и это начинают видеть. Олег, спасибо большое, спасибо за то, что держите нас в курсе происходящего. Олег Дунда, народный депутат Украины, присоединялся к нашему эфиру. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова